Всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup И в этом видео я вам расскажу про технологию MHL Для чего нужна, на каких смартфонах работает И с какими нюансами я столкнулся за все то время, когда я в смартфонах это проверяю Я показываю, как это работает, несколько видосов сделал по стримам Итак, с чего начнем? Да, наверное, просто расшифрую вам аббревиатуру MHL расшифруется как Mobile High Definition Link Если простыми словами, это возможность выводить изображение и звук с вашего смартфона при помощи кабеля на телевизор Популярность, если это так можно сказать, данная технология обрела в тот момент, когда стал популярен мобильный гейминг Потому что все те, кто хотят стримить именно с мобильного устройства, смартфона, либо там с планшета Они хотят выводить изображение как-то на карту захвата И, соответственно, они ищут устройство с поддержкой этой технологии К сожалению, на сегодня я сколько смотрю описание смартфонов на сайтах, нигде четко не сказано, какие именно смартфоны его поддерживают Поэтому я вам в этом ролике расскажу из своего опыта, на каких смартфонах я проверил, что это точно есть, на каких точно нету И также сразу скажу, что у меня за последние два года на канале все ролики про смартфоны Я чаще всего в ролике, если это там какой-то интересный смартфон, если этот смартфон, допустим, там дорогой Я всегда это проверяю, я всегда об этом говорю в ролике Поэтому, если даже в этом ролике вы не услышите про свой смартфон, посмотрите на канале Если у меня на этот смартфон есть обзор, скорее всего, я в этом ролике проверял этот смартфон И сказал, есть ли там MHL или нету Потому что, на самом деле, помнить все это крайне сложно Помимо того, что в описании на официальных сайтах или где-то на других сайтах, которые продают смартфоны Нету никакой информации о том, поддерживается технология MHL или нет Раньше был такой сайт, но он прямо сейчас очень старый, назывался mhltech.org И там был список смартфонов, которые поддерживают ее Но он настолько старый, что там, по-моему, даже один Xiaomi Также многие скажут, что, Димас, ну, я не знаю, знаете, вы не знаете В Play Market есть куча приложений, которые называются MHL Check или как-то подобное Скажу так, что перед подготовкой к ролику я, соответственно, поставил себе 4 из этих приложений На Asus ROG Phone 5s, который поддерживает технологию MHL И двое из 4 этих приложений сказали, что Asus ROG Phone 5s не поддерживает Поэтому вам этот метод советовать не буду Опирайтесь лучше на этот ролик, потому что тут хотя бы проверена информация Именно у 5s среди всех смартфонов, даже не только именно игровых Скажу, что для данной технологии они выделили отдельный порт, который не будет мешать Если кабель будет постоянно подключен То есть у Asus ROG Phone 5s два USB-C порта, если вдруг вы не знаете Если вы вдруг не смотрели мои обзоры И именно вот этот, который находится снизу, он поддерживает технологию Что нам понадобится? Нам, соответственно, понадобится либо кабель USB-C HDMI Я про кабель чуть дальше скажу Либо вот у меня еще есть такая штука, такой многофункциональный переходник Изначально я его брал немножко для другого Но этот переходник, соответственно, тоже USB-C И у него есть выход на HDMI То есть он сделан изначально для того, чтобы с ноутбуков каких-нибудь Вводить изображение по HDMI на проекторы или на большие экраны Но я, соответственно, проверил, что через этот переходник тоже можно передавать изображение Но есть нюансы Подключаю к HDMI А потом подключаю к ROG Phone И что мы получаем? Соответственно, видно, я не знаю, на камеру не видно Что там загорелась клавишка, как будто монитор включился И на мониторе появилось изображение с смартфона Соответственно, я что делаю? Захожу абсолютно в любую игру И изображение будет транслироваться сюда с минимальной задержкой Понятное дело, что все-таки задержка будет Но она будет настолько минимальная, что это гораздо лучше, чем если ты делаешь трансляцию беспроводную К примеру, по Wi-Fi и так далее Хотя у меня даже есть ролики, как можно стримить по Wi-Fi Не знаю, насколько они актуальны на сегодня Но на всякий случай, чтобы вы знали То есть, видите, у меня загружается игра И что удивительно, как я и говорил ранее, передается не только звук А передается еще и изображение Но, казалось бы, все классно Вот, все, переходничок ты берешь И как бы все работает Это OnePlus 7T У меня на него недавно была серия видео И смотрите, я беру тот же переходничок Вставляю OnePlus 7T И... И... Так, сейчас телевизор, монитор заснет И все, и ничего не работает Странно, с рукфоном-то работало Что это получается? OnePlus 7T не поддерживает? Окей, идем дальше iPad Pro Который на M1 Подключаем к нему Должно быть, оно просто на iPad дольше На iPad все работает Я зачем это показал? Я показал это за тем, что вы, кто ищет себе какое-то решение И думает, купить ли кабель Или, соответственно, вот такой вот переходничок Смотрите нюансы Возможно, это из-за того, что я его много раз ронял И слышите, у меня там уже что-то колебается При этом сам он работает до сих пор Вот Плюс, не забывайте, если вы будете стримить Вот эта штука, ну, как бы, не могу сказать, что Супер комфортная и удобная На мой взгляд, все-таки, если вы планируете Все это дело брать для стримов Обзавестись каким-нибудь хорошим кабелем Но у кабеля тоже есть небольшой нюанс Я не знаю, какой есть хороший кабель То есть, видите, все нормально Кругу подключил А если подключаю к OnePlus 7T То ничего не будет работать Через переходник Сейчас заснет монитор Вот Чтобы вы не подумали, что какие проблемы с 7T Я беру, подключаю свой кабель Который я купил Еще в те далекие времена Когда у меня был первый Black Shark Потом Оп Та-дам Пожалуйста, без проблем Все тебе включается Где у меня тут есть Dead Cells Да, Dead Cells есть Все хорошо, картинка выводится Да Вот, поэтому учтите Также Несмотря на то, что Ну, как бы кабель Это тоже, наверное, круто Универсально Замечательно Тут тоже есть нюансы Да То есть, Dead Cells прогрузился Я не знаю, музыка у меня включена Да, музыка есть То есть, слышите Звук идет Вот Какие есть нюансы Я, к сожалению, вам не подскажу Какой кабель брать лучше всего У меня какой-то максимально дешманский Купила тысячу лет назад И в чем суть нюансов На сегодня Да Если, к примеру, взять Вот этот вот кабель И подключить его к iPad Он будет работать Но Из-за того, что на iPad Довольно-таки высокое разрешение Где-то через полчаса стрима У меня начинает отставать Соответственно, звук от музыки И начинается какая-то Какой-то ужас Поэтому Через этот кабель Я могу спокойно стримить К примеру, через ROG Phone 5S Я это, соответственно, проверял И через другие Android-смартфоны У которых разрешение экрана Не такое большое Соответственно, нет такой нагрузки На кабель Потому что он не супер качественный Вот И, соответственно, тогда Это нормально работает Поэтому, если вы стримите с iPad То вам лучше обзавестись Оригинальным переходником Кстати, по поводу Оригинального переходника По iPhone Да Давайте начнем с iPhone Тут все проще У меня есть даже Шестерка iPhone 6 И все iPhone Поддерживают Технологию MHL Возможно, как-то у Apple Она называется по-другому То есть, смотрите Я беру iPhone 6 6 Я не помню, сколько ему уже лет В каком году он был куплен Подключаю его Через переходник Это официальный переходник Куплен на Короче, я не помню, где я его купил Короче, это официальный переходник И суть в том Что я его покупал Для других iPhone Проверять И Естественно, он будет Ага, у меня же кабель отключен Второй раз на это попадаюсь Не шатайся Вот, видите То есть iPhone Они все поддерживают Но вопрос То, как это будет работать С учетом нагрузки игры Это вопрос открытый Поэтому Если хотите нормально стримить Через iOS устройство Даже через iPad У которого есть USB-C Придется все-таки Раскошелиться На официальный переходник Потому что только он Может дать гарантию И там еще тоже Не будет стопроцентной гарантии Потому что есть еще понятие Как качество Самого HDMI кабеля HDMI кабель Может еще начинать Подглючивать И не пропускать все Поэтому тоже Такой нюанс С которым я сталкивался Также По iPhone я сказал Все поддерживают По iPad Все те Которые у меня были Которые у меня есть на канале Они тоже все поддерживают Что касается Android устройств По ROG Phone Начиная с тройки Я их все проверил Третий Пятый 5S Может быть конечно И 2 И 1 Поддержит Но я это не проверял Говорить не буду Что касается OnePlus Тут ситуация неоднозначна Начиная с 7 OnePlus 7 7T 7 Pro 8 8 Pro 8T 9 9R 9 Pro На сегодня поддерживает Эту технологию То есть вы можете Спокойно этот смартфон Рассматривать 9RT У меня на него Недавно был ролик И вот он вообще Не поддерживает Эту технологию Странно Возможно из-за ColorOS А возможно просто Потому что Они сэкономили Потому что Это очень узконаправленная Технология Которая только сейчас Когда стал Более-менее популярен Мобильный стриминг Дальше По остальным Брендам Если говорить Про Xiaomi Давайте вам сразу покажу Не будем далеко отбегать Я прям возьму Кабель Потому что На нем Все работает Немножечко Интереснее Чем через переходник Вот Xiaomi На сегодня Ни один Не поддерживает Вообще Даже Mi 11 Ultra К удивлению Меня и других Людей Типа Мы думаем Это же Супер флагман За максимально Конские деньги Как он может Не поддерживать Эту технологию А вот так Ни один Xiaomi Не поддерживает Причем Я немножко Расскажу вам Свою историю Когда я Купил себе Black Shark Первый Я соответственно Этот кабель Покупал для Black Shark Я купил кабель Приехал домой Подключаю Black Shark И Black Shark У меня зависает Намертво Я так подумал Что с кабелем Какие-то проблемы Потому что Первый Black Shark Это же игровой смартфон Который Первый не попал в руки Все должно быть Кладко Он просто Намертво Зависал Я потом выяснил Что возможно В Black Shark Эта технология Была заблокирована В первом Потому что Второй Третий И четвертый Они все поддерживают Именно Black Shark Именно Black Shark Остальные Xiaomi Не поддерживают Которые вышли Вот до сегодняшнего дня Конец февраля 22 года Вот То есть Я беру К примеру Тот же самый Poco X3 Pro И Если я в него Вставлю Подключенный К монитору Кабель Что произойдет Ничего не произойдет Он никак не отреагирует Xiaomi не поддерживает Что касаемо Остальных брендов Да Самсунги Там в основном Флагманские модели Если сказать проще То Любой Самсунг Которым Есть Dex Он должен Поддерживать Я просто Все те Которые с Dex Проверял И все те Которые с Dex Они поддерживают Что говорить Если про Huawei Да Или Huawei Как кто-то называет Там тоже Только флагманские Модели Из Huawei У меня В личном Используем Был P30 Pro Там тоже Есть какая-то Своя технология На подобии Dex И соответственно P30 Pro Он поддерживал Вывод изображения Через кабель Что говорить Про другие бренды Realme Те которые у меня Были Realme На руках Ни один не поддерживал Поэтому возможно Realme тоже В принципе Экономят на этой технологии Но Я не проверял Там какие-то Флагманские модели Суперфлагманские модели И так далее Я могу сказать Только за те Realme Которые были у меня По другим брендам Других смартфонов Сказать ничего не могу Потому что Там каких-то Смартфонов В плане Для игр Интересных Особо Я что-то не припоминаю И соответственно Я возможно Их не проверял Но на всякий случай Чекните мой канал Возможно Там был какой-то Смартфон И я его действительно Проверил И сказал Но если в голову Сразу так ничего не приходит Значит Ну увы В принципе На этом все Надеюсь Видео было полезным Не забудьте Поставить лайк Поддержать Такие ролики Всем спасибо За просмотр Всем пока